на канал из агет поступил такой вопрос влияет ли богатство на жизнь человека висловно влияет не может не влиять потому что все что дается попускается или дается богу непосредственно то накладывает на чек ответственность но начнем с того что богатство бывает разное бывает богатство духовного человека это влияет на вы конечно влияет человек становится праведником он начинает жить правильно старается жить правильно бывает богатство душевное когда человек сам по себе добр по своему строению по своей натуре как человек от рождения имеет некую крутость некоторые такое душевное смирение пусть не духовное но душевное такому человеку легче смиряться перед богом и это тоже влияет на его жизнь человек душевный может переспевать в некоторых профессиях которые требуют душевности например из него идет хороший врач хорошие учители и так далее но бывает другое богатство богатство материальное богатых людей сейчас не так много но есть такие все же влияет ли это тоже влияет то что богатство может послужить во славу божию а а может стать искушением для человека большим ну какое искушение наверное все мы знаем человек немножко теряет трезвенность не понимает то на что он думаю что все ему принадлежит хотя собой в могилу ничего не возьмет вот на кун вышел чего мать и на кун земли войдет но тем не менее мы знаем примеры богатых людей которые становились праведниками которые правильно расходовали свои богатства например возьмем каких-нибудь там купцов которые строили храмы или современных меценатов которые помогают строить прекрасные храмовые комплексы ведь они находят для этого и средства и душу вкладывают порой в это ну пусть таких не очень много но такие люди все же есть я знаю одного богатого человека когда как-то меня пригласил к себе помню у него вся гостина была завешана иконами я подумал ну надо же ну понятно человек богатый может себе позволить висят у него иконы как там картинки как картины он там коллекционирует марватив но знаете вот в этой гостиной было настолько благодатно как будто бы она была намолена и я спросил ну как ты почитаешь эти иконы как ты как тебе жить в окружении таких святынь а он говорит а мы с детьми с женой мы собираемся почти каждый вечер и по очереди читаем акафис перед каждой гоной вот пример богатого человека но благочестивого человека одновременно который относится к святыне которая у него дома есть с надлежащим благоговением то есть если ты имеешь что то если господь вручил тебе какое-то достояние то это очень сложно не только сохранить но и правильно распорядиться этим распорядиться так чтобы она служила богу и людям и чем больше ты отдашь материального тем больше ты получишь духовного а господь зачастую материально тебе поможет если ты это раздаешь если ты делишься ради христа если ты хочешь чтобы все что ты имеешь послужила тебе и другим ко спасению богатство может быть конечно и искушением для человека и об этом сказано еще написание что смотрите говорит господь берегите себя любостяжание ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения а другой стороны это может послужить его спасению если он правильно расходует то что дал ему господь внести свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео